Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман. И в этот четверг, помимо автомобиля Ацилот Джеггелар, Рокстар добавили ещё 7 состязаний Король Горы. Чего-то нового интересного в них нет. Можете выбрать стандартный режим, каждый сам за себя, или команда на команду. Смысл удерживать точки, пока не наберёте определённое количество очков. Чем больше точек под вашим контролем, тем быстрее набираются очки. Как по мне, выживания были поинтереснее. В конце раунда мне заплатили 5000 долларов, а сопернику за первое место 7500. Это при условии двойных выплат в этом режиме. Так что он навряд ли обретёт популярность среди игроков. Поэтому переходим на длинный участок прямой, где начнём знакомиться с новым спорткаром от британского производителя Ацилот Джеггелар. Производителем этим является Ягуар. А конкретно модель Джеггелар практически полностью скопирована с модели Ягуар XE SV Project 8. Это относится как к его передней части, так и филейной. Продаётся этот спорткар на сайте Legendary Motorsport за 1 миллион 225 тысяч долларов. В принципе, для спорткара цена по миркам ГТА не огромная. Так что будем держать за него скрещенные пальцы, чтобы он нагнул всех на наших треках. В комментариях по тестированию автомобилей два часто задаваемых вами вопроса. Почему ролики по тестам выходят не сразу? И почему у первой трассы по тестированию максималки в конце поворот? Ролики выходят не сразу, потому что нужно всё протестировать, всё отснять, написать речь. И вообще досконально изучить автомобиль со всех сторон, чтобы потом рассказать об этом вам. А поворот у этой трассы в конце? Потому что нигде ни в одной гонке вы не встретите идеально ровного участка дороги. Где, например, замеряется скорость на 1,2 мили, на 1,4 мили и так далее. Я же тестирую в комплексе не только максимальную скорость, но также торможение автомобиля и его разгон. К тому же этот участок дороги приходит от моего транспортного склада, портовой части города до моего офиса в его северо-западной части. Финишировал Джеггалар со временем 1 минута и 7 секунд. На общей таблице это 5 место. И время практически полностью идентичное другому спорткару с этого обновления Вайсер Нео. И это не единственный случай, так что именно с ним будет сравниваться сегодняшний оцелот. Переходим на каскадёрскую гонку и в мастерскую Лос-Сантос Кастанг, где разберём его тюнинг. Вообще Jaguar Project 8 является спорт-версией обычного Jaguar XE. Видимо этим и руководствовались разработчики, добавляя варианты передних сплиттеров и интеркулера. Зато вместо задних бамперов появились канарды. Всего 2 штуки, но хоть что-то новое. Глушителей тоже 2 варианта. Это либо толстые трубы, либо парные глушители. В разделе крыльев можно только поменять цвет арок на дополнительные или карбоновые. Со стандартной ещё 3 варианта решётки радиатора. Но если точнее, то 2 варианта. Первый просто меняет цвет каймы, причём на дополнительный. От основного будет отличаться. Остальные 2 варианта тоже проработаны хорошо, но стандартная решётка хорошо сочетается с сеткой на бампере, так что решил оставить её. 7 вариантов капотов, включая крашеный стандартный. Стандартный в основной цвет кузова не в счёт. Раскраски 10 отличных разновидностей. Нет даже намёка на убожество, типа начинающий художник уронил своей ни то рукой, ни то ногой банку с краской, и она раскрасила автомобиль в цвет и форму брызг соплей. В итоге кататься на такой машине можно только с глухой тонировкой, чтобы случайно не увидели водителя. И хоть этот Ягуар отлично смотрится и без раскрасок, все варианты его нисколько не портят. Особенно меня растрогали варианты с двойной окраской кузова, когда сзади машина другого цвета, в отличии от переда. Прям ностальгия по старому доброму андеграунду. Окраска позволяет изменить основной цвет, дополнительный и цвет обивки. Основной перекрашивает практически весь кузов. Дополнительный это крыша, если не замотана в карбон, кайма решётки радиатора, если перекрашена в дополнительный цвет, и полоса бампера, если вас высшие силы уберегли от установки интеркулера. Цвет обивки меняет все виртуально кожаные элементы салона. Это панель, руль, двери и сиденья. Пластиковые вставки остаются белыми навечно. Не очень удачное решение, особенно когда в вашей задумке напрочь отсутствует белый цвет. Крыша, как я уже говорил, либо стандартная, либо карбоновая. Пороги три стандартных расцветки стоковых вариантов и два карбоновых лип-порога, элементы которых также могут быть основного или дополнительного цветов. Спойлеры, со стандартным 11 вариантов. Вообще они нужны, чтобы улучшить сцепление, о чём говорит одноимённая полоска в левом углу. Но даже со стоковой версией она прокачана на максимум, что в мире GTA большая редкость. Так что мы не узнаем, прибавляют ли другие варианты прижимной силы. Я склоняюсь к тому, что не прибавляют, но всё равно поменял спойлер на тот, что нравится. Подвеска А4 варианта не считая стандартной. Не только занижает автомобиль, но и производит развал колёс. А под теми углами, которые нам преподносит Rockstar, это не просто необходимое занижение, а стендстюнинг. В разделе колёс ничего нового не завезли, только фишку со стоковым вариантом. При изменении основного цвета и сам диск его меняет. Задумка интересная, особенно для тех, кому уже надоели шестилетние варианты в мастерской. Что касается подвески, обычно раллийный, то есть последний вариант делает управление через чёрт чувствительным. В результате машина вертится на месте чаще, чем ездить на максимальной скорости. В случае с Джеггеларом, у которого шкала сцепления уже прокачана на максимум, такого не происходит. Машина полноприводная, и данный вариант позволяет ей лучше входить в повороты. Конечно, сносы задней оси присутствуют, но с таким значением шкалы сцепления из-за носа выйти проще, чем от обвинения в коррупции. Когда вариант «это не мои миллиарды мне подкинули» не прокатит. Если оставлять стандартную подвеску, то машина, конечно, рулится, и дорогу в поворотах держит отлично. Но вот входит в эти повороты она не очень охотно. Опять же, полный перевод сказывается. Так что, если оставите её, ничего не потеряете. Лично мне с раллийным вариантом было комфортнее проходить повороты на скорости. Джеггелар уже давно финишировал со временем 1 минута и 44 с половиной секунды. На общей таблице это практически одинаковый результат с Enus Paragon Air, Vicer Neo и Grotti Italy GTO. Сначала Rockstar добавили Vicer Neo, новую имбу, если умеешь ездить. И игроки оптом скупали эту машину. А теперь добавили то же самое, но гораздо управляемей. Классическая схема разработчиков по отъему денег у населения. В общем, переходим на городской круг, где лишний раз убедимся, что чего-то выдающегося от этого спорткара ждать не стоит. Как я уже говорил, привод у машины полный. Это заметно сказывается на её управляемости. Судя по максимальной скорости, залетел Джеггелар в первую пятёрку, что говорит о нём, как о достаточно быстром автомобиле. Разгон здесь позволяет стартовать первым и вырываться вперёд даже на мокром асфальте. Опять же, благодаря полному приводу. Казалось бы, идеальный с точки зрения управления автомобиль, но нет. У него ещё есть тормоза. Ну, а точнее, их нет. Точнее, они и есть, но вот работать нормально они явно не могут. Машина очень быстро разгоняется, и остановить такую массу перед поворотом бывает достаточно сложно. Это даже не проблема тормозов, они в полной прокачке занимают практически половину своей шкалы. Что тоже редкость для автомобилей в GTA. Проблема в полном приводе. И из-за четырёх крутящих колёс тормозной путь увеличивается. Так что такое явление встречается на всех быстрых полноприводных машинах в онлайне. Джеггелар не стал исключением. Вы либо затормозите рано и будете докатываться до поворота, либо начнёте тормозить поздно и впишетесь в отбойник. Хотел бы сказать про маленькое окно КПД у этих тормозов, но оно здесь огромно, как дыра в бюджете некоторых развитых стран. Так что привыкнуть к ним однозначно можно. Автомобиль уже финишировал и время на финише его составляет 1 минута и 13 секунд. На общей таблице это снова пятое место. Как и на длинном участке прямой и чуть меньше секунды разницы с Вайсер Нео. В комментариях вы просите сделать обзор на машины, которыми я пользуюсь. Ответ на таблицы. Я пользуюсь первой пятёркой и списка протестированных автомобилей, и иногда теми, что просто нравится. В случае с Ацилотом оба критерия соблюдены. Как говорится, и тамада хорошие, и конкурсы интересные. Переходим к полному разносу внешнего вида. Ну или похвале, тут как пойдёт. Открываем все двери, капот и багажник. К счастью, открывается всё. Багажник хоть и маленький, но он здесь есть. Двери здесь четыре, как и посадочных места. Так что вроде тоже без замечаний. Переходим посмотреть на капот, а под ним полнейший ужас. Зрение у меня, конечно, падает от постоянного сидения за компом, но даже с бабушкиными очками 2D-картинка двигателя не пропала. Ладно, пространство подкапотное, я уж и говорить про него не хотел. А тут уж и сам двиган забыли прорисовать. Хотя, может это потому, что у бабули очки плюс 6, но суть не меняется. Проработка модельки двигателя и других мелких деталей типа аккумулятора здесь вообще никакая. Сам салон прорисован отлично. В принципе, на Ubermacht Revolter такие же и пироги, и даже сидения одинаковые. Приборная панель также перечеркивается рулем, но вот чего я не замечал на Revolter'е, это подлокотника, переходящего через туннель в задний подлокотник. Такой сплошной разделитель, как в люксовых автомобилях, на задних сидениях которых считается дурным тоном ездить втроём. А теперь барабанная дробь, фанфары и грамота победившего здравого смысла, подогнавшего нам вместе с автоматической коробкой передач две педали. Спасибо разработчикам, что хоть здесь они забрали своё сцепление. В целом же салон проработан отлично, кроме закрытой рулём приборной панели и белого пластика придраться не к чему. Свет задних фонарей, как президент, хороший. Сияет во все свои 32 зуба, и смотря на него приходишь в неописуемый восторг. Но стоит посмотреть на него, так сказать, без макияжа, при дневном свете очень быстро разочаровываешься в поверхностности. Глубины нет, а прорисовка не очень, учитывая, что это задние фары, на которые в принципе всегда смотришь, потому что в основном все играют от третьего лица, как будто им двигателя не хватило. А вот передние фары на твёрдую десятку по пятибальной шкале. Тут вам и объём, и оригинальность, и размах. А стоит их включить в вечернее время, и кипяточком писать будут все, кто эту машину видит спереди. Дальний свет, кстати, здесь не сильно слепит. А вот само направление света, как и в случае с вездеходом Хелионом, направлено уж слишком вправо и слишком вниз, через чур. Дальний точно так же. Большая часть уходит вниз под текстуры. Начинаем переворачивать автомобиль, чтобы посмотреть на его днище. В принципе, прорисовали нормально, уж точно лучше, чем двигатель. Топливный бак здесь тоже на месте, под задним левым колесом. Правда, нашёл его не сразу, но взорвался он без проблем. Разрушаемости у отсылой Джеггелар, к сожалению, нет. Он слегка деформируется, у него отлетают различные съёмные детали, но кардинальной деформации не происходит. Так что установка брони в автомастерской не имеет смысла. Переходим к звуку двигателя. Знаете, есть такие машинки для стрижки бороды, у них примерно такой же приятный, ласкающий уши и бородку звук. А вообще, это звук двигателя CELOT XA21. Очень уж похож. Так как я уже назвал его приятным, понятно, что это плюс в копилку данного спорткара. К другому плюсу относятся его арки. Слегка закруглённые спереди и резко обрывающиеся сзади. Придают автомобилю агрессивный вид, являются своего рода боковыми спойлерами, прижимая автомобиль к его центру тяжести и снова заставляющие ностальгировать по второму андеграунду. Там был такой комплект внешнего изменения кузова. На импрессах смотрелся просто бомбический. Многие могли заметить, что при выезде из автомастерской машина очень медленно разгоняется, как Enus Paragon R. Связано это с её супер-трансмиссией, которую все владельцы обязательно установят, дабы быть самыми быстрыми. В гонках такой проблемы нет. Там машина стартует на первой скорости. А вот при выезде из мастерской машина остаётся, наверное, на второй передаче, из-за чего разгон медленный. Решается эта проблемка просто. Либо нажимаете на тормоз и затем снова вперёд, либо зажмите пробел и, не отпуская газа, пару раз нажмите на тормоз. Коробка переключится на пониженную передачу и полетите вперёд, как Якубович по пешеходнику на своём Лексусе. Ну, или не на своём. В общем, какой итог можно сделать о спорткаре от Силот Джеггелар? Началась эта история с далёкого от Силот Пария, когда эта машина была полнейшей имбой среди спорткаров. И все гонки в этом классе проходили исключительно на париях. Затем Рокки добавили Итали Джей Тио, машину, делающую Парию по максималке и управляемости. Ну, если, конечно, взять более длинный участок дороги, то Пария там по максималке выиграет, но не суть. И потом они задались вопросом, а что дальше? Добавлять по одной машине, каждая имбови предыдущей, так Итали Джей Тио и так балансирует уже на грани. Быстрее разогнаться и проходить трассы не позволит движок игры. Я имею в виду безопасно проходить трассы. Конечно, можно и до 600 миль в час разогнаться, коль в игре и бессмертен. Рокстар просто добавляет машины по своим техническим характеристикам, равные тому же Итали Джей Тио, чтобы гонки в каждом классе проходили не на братьях-близнецах, а на множестве транспортных средств. Случай же с Джегглером повторяет историю Хелиона и Каракара 4х4. Оба внедорожника добавлены в игру с обновлением казино и имеют одинаковые технические характеристики. Джегглер под капотом – это тот же Вайсер Нео, только побеждать на нём можно без скилла вождения. Да и стоит он на 650 тысяч дешевле. Другой пример – это Гидра и Опрессор Марк 2. На Гидре нужно уметь летать, в то время как Опрессор каждого школьника делает нагибатором 777 уровня. Так что лично мне этот автомобиль понравился. Он красивый внешне и почти везде внутренне. Стоит приемлемо и управляется одной левой, если на клавиатуре, конечно. К тому же имеет 4 посадочных места. На ограблениях это иногда играет роль. Если у вас ещё нет топового спорткара, а денег в обрез, то от Сулот Джегглер – это наилучший вариант за свои деньги. А у меня на этом всё. С вами был Ватман. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok